Они преданно служат короне и регулярно пополняют золотой запас ее величества. Подданные королевы спорта легкой атлетики минувшие выходные провели в подмосковном Жуковском. Собственно, об итогах Кубка страны и завоеванных к середине летнего сезона медалях сейчас и поговорим. Ну, а сейчас-то как договорились, что вы, в принципе, там поиграете маленько. Сейчас соберу единство, сейчас уже легкой нету. Что наша жизнь – игра. К тренировке легкоатлетов в каком-то смысле это определение тоже имеет отношение. Все начинается с традиционной разминки. Она для всех общая. Ну, а после каждый займется уже своей работой. Первая волна, которая прошла, ну, что-то там удалось выиграть. Командный чемпионат России, на самом деле, там. Вот и Шубенков, и Саволков, и Погребняк. С учетом того, что там все равно двойные протоколы, то есть белорусы одели, мы отдельные. То есть там как этапы королевы призовые деньги они получают, а титулы все равно российские остаются у нас. Поэтому там что-то, да, в принципе, так как-то вот более-менее. Например, там что-то там по юношам неплохо Ваня Кудрявцев отметил. Все-таки вот даже если он и второй, то ничего страшного, Шубенков в юношах вообще ничего не выиграл. Ну, тут, наверное, все относительно. Ну, повторяю. Первая волна, она, собственно говоря, была под вторую. Вот посмотрим, насколько там нам удалось подготовиться, что мы там выиграем, если выиграем. Ваня, вертись. Ваня, красавчик. Медали, подобно цыплятам, в группе тренера Сергея Клевцова принято считать по осени. Однако подводить промежуточные итоги это ничуть не мешает. Как говорится, пользуясь случаем, давайте попробуем. Уже однозначно обратил на себя внимание Иван Кудрявцев. И дело не столько в медалях, сколько в секундах. Они впечатляют в перспективе сохранить, приумножить и продолжить ковать победы во взрослом спорте. Ну, а личные рекорды – это всегда приятно. Потому что путь к верхней строчке протоколов лежит именно через них. В начале июня на первенстве страны в Москве Иван завоевал серебро в беге на 200 метров. Ну, результат 21,68. Ну, скажем, вот по моей практике тренерской был у меня самый быстрый в это время Боря Рогов. Он 21,71 бежал. Ваня как бы уже это побыстрее даже. А вот Екатерина Уткина в призовую тройку порой не попадает. Взять хотя бы Екатеринбург. Тогда на первенстве страны на отметке 183 сантиметра Катя свой закончила полет. Утром, когда просыпаешься, ты уже понимаешь по состоянию, что будет. У меня всегда так, что если на разминке тяжело, значит в секторе будет легко. А если наоборот, то это уже все. Можно не идти в сектор. Личный рекорд в секторе она установила зимой. Причем планку в 188 сантиметров Екатерина Уткина преодолевала дважды. На турнире в Томске это стало даже рекордом манежа. А вот на первенстве страны в Ульяновске конкуренция была пожестче. Только четвертый результат. Если честно, мне больше нравится прыгать в помещение, потому что там как раз таки нет никаких факторов, которые могут мешать. Там всегда тепло, спокойно, тихо и нет ветра. Это как вариант ответа на вопрос, почему в начале июля на всероссийских стартах в Челябинске поднять планку выше 186 так и не удалось. Тем не менее, это было первое место. А вот на Кубке страны до пьедестала Катя не допрыгнула. Одним словом, то взлет, то посадка. Ее стиль штурма вершины пьедестала можно назвать гималайским. Это такая ступенчатая акклиматизация, когда альпинисты-высотники то поднимаются вверх, то спускаются вниз. Нет, начало было вполне, а потом вот серединка. Там получилось по 170, по 175 и потом 183 на первенстве. И сейчас в Челябинске 186, я считаю, что это небольшой успех. Но сезон еще не закончился, поэтому это не конечный результат. Мы все люди, мы вправе ошибаться, поэтому не получилось сегодня, получится завтра. А ты как-то сказал, что вселенная уменьшается, я вообще с этого выпал. Савелий Савлуков в своих забегах на 400 метрах нынче уже трижды выбежал из 46 секунд. Можно было бы порадоваться, однако рекорд прошлого года он пока не обновил. Грустить тоже не имеет смысла. Как-никак, время на все это еще и есть. Савелий у нас человек такой чувствительный ко всякого рода внешним факторам, а внутренних там еще раздражающих хоть отбавляя. Поэтому я так скажу, что пока совсем не те секунды, которые хотелось бы, чтобы... Они, да, неплохие, там 45-61, 45-69, 45-77. Но это все уже трасса хоженая-перехоженая. Хочется и ему, и мне, наверное, что-нибудь повеселее. А хотелось бы чего? Тренер, чего хотелось бы? Кому тебе? Цифры. Ну, хотя бы 190, хотя бы. Хотя бы 190. Вот уже 8 лет как барьеристку Викторию Погребняк на Алтае считают своей. Хотя в ряды местных подданных ее величества королевы спорта она попала, приехав из Томска, где добросовестно бегала исключительно барьеры. Но до этого, прозанимавшись лет 8 так акробатикой спортивной, собственно, там я закончила. И надо было чем-то заниматься помимо этого. Вот меня тогда в школе нашла тренер, пригласила на тренировки. У меня зашло в целом. Конечно, там были паузы и перерывы. Ну, то приходило, то не приходило. Но вот уже когда со школы выпускалась, и это был уже 11 класс, и попробовала съездить первый раз на Россию, еще юношескую. И, собственно, там уже и в призы сразу залетела. Поэтому вот оттуда, так сказать, меня это и зацепило. Барьеры – это как-то такая неотъемлемая часть в легкой атлетике. То есть не высота там, не какие-то дальние бега. Это вот, о, боже упаси. А вот именно с этого. Ну, в длину, может, еще, конечно, попрыгала бы. Но что-то там меня не научили. Поэтому осталось все-таки с родными заборами. За последний год она однозначно спрогрессировала. 13-14 в этом году против 13-44 в прошлом. Скинуть три десятки на 100-метровки с барьерами – это достижение. Ну, тоже хочется чего-то для души. А для души это всегда из 13. То есть в этом виде все, что для души, это все из 13. Предыдущие пару лет были травмы. Там не получалось, здесь не получалось. Ну, помимо того, что в спорте было не все окей, в жизни тоже как-то ни туда, ни сюда не знала, чем себя заняться, куда себя деть. Но в какой-то момент, вот, оно, не знаю, какой-то переломный момент, можно сказать, в жизни произошел. И удалось выйти на первые строчки, стать лидером российского сезона. И все это не за один день, конечно, произошло. Все это вот буквально год я вставала на ноги. Три серьезных старта в этом году и три победы на зимнем и командном чемпионатах страны, а также на Кубке России. Быстрее только белорусские барьеристки – единственные в мире, с кем сегодня можно посоревноваться, что называется, плечом к плечу. На фоне жесточайшего дефицита достойной соревновательной практики – это как глоток свежего воздуха для экипажа, лежащей на дне подлодки. Для вики – это примерно всегда ощущать, в какой же ты находишься, понимаете? То есть вот у нас здесь она бежит, и она сейчас, надеюсь, там только будет. Лучшая в стране. Дело в том, что это все очень относительно, а есть еще в Беларуси побыстрее, а там в Европе еще побыстрее, а в мире. Поэтому очень хорошо, что они ездят, очень хорошо, что мы с ними бегаем. Всегда все в сравнении, оно нагляднее видится. И я приветствую это все совместное, эти побегушки, прям хорошо, прям здорово. Белорусские не портят настроение, это, так сказать, задают они нам темп, потому что мы привыкли здесь друг к другу, между собойчик такой. А тут, помимо того, что нужно какие-то свои задачи выполнять еще, и успевать за кем-то подтянуться, бежать, потому что, ну вот, оказывается, быть лучшим в стране – это не быть лучшим в мире. Там где-то есть и люди побыстрее, которые бегают, девчонки сами по себе сильные. Приятные ребята, знакомые, пообщались немножко. В целом и борьба с ними такая тоже получается неплохая. Конечно, не сказать, что они там нагл выше всех, но относительно меня они рядом, то есть, так как у нас еще сезон такой, еще старта три основных впереди есть, и еще можно будет побороться, потому что, так сказать, оставаться вроде как ты лучше здесь, но как бы не попадаешь даже в призеры, но обидненько немножко. Но я думаю, это даст свои плоды, потому что лучше бороться с теми, кто сильнее тебя, это сразу и каждый старт, можно сказать, личные рекорды бьешь. Потому что ты вроде как бежишь свое, но с такой конкуренцией проще расти. Большие старты легкоатлетов из группы Ю-20 проходят в эти выходные 21-23 июля в Казани. Иван Кудрявцев и Ольга Шмидт в столицу Татарстана поехали явно недостопримечательностями любоваться. Во всяком случае, именно так хочется думать. А значит, с пустыми руками возвращаться не намерены. Мы играем так, как нам соперник позволяет. Если он, предположим, пробежит даже быстро, а против лома нет приема, ну, ради бога, к тому, что предъявят. Если его результаты позволят ему где-то за медаль зацепиться, ну, тоже хорошо. Ну, по Шмидт она в этом году в Краснодаре и Нерские соревнования выиграла. Вот, так называемая, там, Малая Россия. Можно уже, в принципе, коротко подытожить. В общей сложности за два месяца подданы ее величество королевы спорта легкой атлетики. На Алтае завоевали более двух десятков медалей. Преимущественно высшие пробы. Ну, опять же, самое интересное, все впереди. Если там эти задачи порешаем, удастся все, как в прошлом году, выиграть и показать достойные секунды, значит, не зря работали. Ну, не удастся, но это на все воля Божья.